всем привет и с вами снова я полина в этом видео я хочу создать то объемную косу которая нас так поразила королева элса из мультика холодное сердце и все кому интересно увидеть как заплела эту косу я пожалуйста оставайтесь со мной быстрее если рядом со мною ты яркими красками мой мир раскрасил все так украсил ты я за тобой коза скаменной стеной после того как я вымыла свои волосы я уложила их используя вот такие пикути и фен это добавило объема моим волосам у корней а для добавления объема как такового я еще и закрепила накладные пряди на затылке 2 2 накладных пряди по 3 застежки и 2 накладных пряди по 4 застежки и для начала я отбираю передние прядки улица самые короткие и закручиваю в маленький пучок закрепляя с помощью невидимок убирая в сторонку так как ими мы заниматься будем чуть позднее после того как мы заплетем косу теперь когда передняя прядка закреплена я выбираю ряд за рядом после этой прядки и постепенно начесываете прядки у корней выбрав перед первую прядь я прочесываю по всей длине и заводя еще точку назад короткими резкими движениями начесываю эту прядь у самых корней и откидываю вперед забираю следующую прядь если начес на ваших волосах плохо держится то я советую вам нанести на корни волос немножко сухого шампуня он добавит текстура вашим волосам и начес будет держаться дольше и будет более объемным когда волосы начесаны на макушке я отбрасываю волосы назад и провожу щеточкой по поверхности волос чтобы сгладить этот начес с внешней стороны и теперь мне остается проделать то же самое по бокам ведь мы хотим добавить объема волосам по всей голове для этого я выбираю первую прядку сбоку и также начесываю ее когда все волосы начесаны у корней отбрасываем волосы назад и аккуратненько проводим щеточкой по поверхности волос скрывая начес от посторонних глаз отобрав сторонку короткие пряди у лица начинаем заплетать французскую козу закладывая боковые пряди над средней прядью а затем подергиваем прядки при цени косы для добавления большего объема и пышности теперь когда коса заплетена все что нам остается это накрутить на плойку эти короткие пряди у лица захватываю прядь и закручиваю ее от лица и накрутив прядки на плойку начинаем выкладывать прядки в хаотическом порядке если прядки короткие достаточно зафиксировать их лаком в моем же случае я использую невидимки и после этого фиксирую все с помощью лака для волос ну вот и все коса королевы элсы готова надеюсь вам понравилась эта прическа и это видео если да то ставьте пальчики вверх конечно же оставляйте свои комментарии внизу пишите свои запросы на будущие прически внизу под этим видео и и следите за мной в моих социальных сетях в контакте фейсбуке в живом журнале и в инстаграме а я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам отменного настроения вечной улыбки на вашем лице и чтобы ваши близкие друзья всегда были рядом с вами всегда вас поддерживали и всегда радовали вас до новых встреч пока ты милый шесть я знаю ты мой муж ты мануш ты мазь самые Продолжение следует...